Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Анатолий Миренков, директор департамента политологии и социологии Уральского федерального университета, доктор философских наук, профессор Анатолий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ваши политологические и социологические познания, я надеюсь, помогут нам разобраться с тем, что происходит вокруг храма Святой Екатерины. Надеюсь. Да, сквера у драмтеатра, это главная тема, о которой мы будем с вами говорить. По вашему мнению, просматривается ли на третьей неделе конфликта выход из кризиса или стороны по-прежнему далеки от компромисса? На мой взгляд, по крайней мере, первая ступенька для того, чтобы преодолеть этот кризис, уже сделана, потому что, когда предложено населению высказать свои мнения о том, где ставить этот храм, в каком месте он будет, на мнении тех или иных жителей лучше смотреться, то, мне кажется, это та первая ступенька, которая позволяет уже на следующей ступени осуществить возможность согласования интересов разных групп. Практически сейчас мы видим только интерес представителей церкви. Возможно, хотя это явно не проявляется, тех, кто вкладывает деньги в строительство. И вот то, что население предлагает, видимо, озвучено будет через несколько дней. И тогда можно будет уже искать, как сказал Исакинский, видимо, выделить 5-6, может быть, мест, где можно все-таки с точки зрения, мне кажется, здесь очень важный фактор, который вообще сейчас не учитывается, или, по крайней мере, в меньшей степени учитывается. Кроме мере, для населения это малоизвестно. А вот есть же все-таки у нас специалисты, есть архитекторы, которые давно занимаются планированием Екатеринбурга, которые знают, где какие-то места могли бы быть лучше для такого очень большого, оказывается, 70 метров высотой храма, кафедрального фактически собора. То есть это вопрос, который специалисты должны решить? То есть, по крайней мере, они должны быть активно включены, и я должен... Но специалистам доверия нет, или нам сейчас скажут, ну, конечно, на них надавят, их купят, и вот опять будет новый конфликт на новом месте. Да, но дело в том, что их-то мнение вообще для населения практически неизвестно. И вот тогда возникает мнение, церкви известно, известно. Мне мнение, видимо, тех, кто строит, по крайней мере, в той или иной степени известно. Специалистов, они между собой-то, оказывается, я тоже выяснял, не имеют единой позиции. И получается тоже один заодно, другой за другой. Ну, два юриста-тремнение, два архитектора-тремнение, видимо, тоже. Вот именно, это тоже негативно сказывается. Действительно, до 30-го числа мэрия принимает от жителей Екатеринбурга варианты, где бы можно было построить храм Святой Екатерины, в том числе какие-то альтернативные площадки. Уже вроде бы даже есть места-фавориты. А с вашей точки зрения, вот лично для Анатолия Меренкова, есть какая-то компромиссная точка, где можно было бы церковь поставить? По вашему мнению, как жители Екатеринбурга? Ну, как жители Екатеринбурга, мне кажется, то место, где, я сразу обосную, где ничего не надо ломать, где никакого парка, ничего нет, и есть достаточно большое пространство. Вот, на мой взгляд, это пересечение Белинского и Фурманова. Там пустое место, уже несколько лет стоит, достаточно неплохой в целом район, благоустроенный. И самое важное, вот я аргументирую тем, что когда гости, даже там иностранные или другие представители, правительственные чиновники приезжают в Екатеринбург из аэропорта, они сразу видят этот большой храм. Это будет, кажется, тот первый храм, который вообще для Екатеринбурга будет для них значим, для гостей. Это, мне кажется, тоже будет производить достаточно хорошее впечатление. Ну, может быть, не самый центр, но есть свои аргументы. Да, но дело в том, что у нас сейчас этот город расширяется. Поэтому, тут уже по поводу центра в рамках двух километров радиуса, это, наверное, как-то не совсем правильно. Президент сказал более тщательно выявить мнение людей, провести опрос. И вот сейчас ведутся разговоры, споры о том, собственно, как правильно вот это самое мнение народонаселения выяснить. С вашей точки зрения, какой должна быть процедура опроса мнения граждан? Это опрос, это референдум, это опрос с элементами референдума? Разные варианты называются. Мне кажется, что вообще, первое, референдум это самая тупиковая форма. Тут и финансы колоссальные, во-вторых, не та тема, по которой стоит проводить. Тем более, что результаты будут те же самые, если мы проводим квалифицированный опрос. При этом, если предложены конкретные места, и тогда мы можем вот в рамках рейтинга выяснить, за какое место население может быть больше будет. Например, там те же 5-6 мест. Но, мне кажется, вот здесь мы будем столкнуться с очень большой проблемой. Аргументация. Потому что мне хочется, потому что моя, извините, левая нога хочет так. Или потому что мне сосед сказал. Есть какая-то опора на мнение, опять-таки я вернусь, к специалистам. Тем, кто считает, что вот действительно градостроительная политика будет соблюдаться с точки зрения преимуществ, которые получит город. С точки зрения экономических возможностей, даже с точки зрения того, какие будут подъезды к тому месту. У нас, например, в центре города там уже машины-то вообще нигде. В основном-то у нас сейчас половина населения имеет машины. Поэтому надо учесть несколько факторов, а не просто считать, что вот мне нравится условно место какое-то на Уралмарш. Но нравится тебе что? Ты специалист в этом деле? Ты хоть знаешь, кто за что и почему идти? Поэтому, мне кажется, обязательный ступень. Путин сказал опрос, значит опрос. И мало ли что там думают специалисты. Это не тот опрос. Даже у нас, когда, я тут немножко возражу, когда вот у нас проводится политическая кампания. У нас висят информации о том, что такой-то кандидат. Затем появляется в средствах масс информация о том, что вот такие-то у него есть заслуги, такая-то у него программа. Почему здесь-то не надо пользоваться мнением специалистов? Вот это я абсолютно не понимаю. Ну, в общем, должен быть какой-то предварительный диалог, по итогам которого люди уже смогут сами взвесить и что-то решить. Как на ситуацию, вопрос к вам теперь уже как социологу фактически, влияют цифры в ЦИОМа. Мы помним, и ключевая цифра, на которую все и всегда обращают внимание, 74% жителей Екатеринбурга считают сквер неудачным, неподходящим местом для храма. Нет, дело в том, что эти мнения, во-первых, для того периода, когда это было буквально через несколько дней, когда это началось, даже практически на первой неделе. Это было на пике обострения. Эта ситуация четко отражала то мнение, которое существовало у населения. Опять-таки, почему? Потому что мнение тех или иных категорий жителей, фактически, с точки зрения тех процедур, которые сейчас, видимо, необходимы, люди хотят, чтобы их услышали. И они это высказали. Но, мне кажется, большое заблуждение существует и у некоторых, я с ним буду называть кто, которые считают, что прошло три недели, и мнение резко изменится в другую сторону. Условно, 70 превратится в 30. Это большое заблуждение. Потому что, когда какая-то позиция отставилась, даже вплоть до того, что там ночью люди стояли, там другие полторы-две тысячи населения приходили, и буквально через 2-3 недели что-то там изменится, глубочайшее заблуждение. У нас даже рейтинги органов власти, тех или иных политических деятельностей, если меняются, то меняются на 2-3 процента в течение полгода той года. И отсюда надеяться на это вещи, это просто не квалифицировано. Из этого следует ли, что спорные площадки, которые раньше рассматривались под храм, нынешняя вот эта сквера у драмтеатра, они должны быть исключены из запросных листов? Или пускай остаются? На мой взгляд, они должны быть исключены. Потому что население, как только услышит, надо взять психологию людей. Как только они услышат о том, что у них когда-то было отрицательное мнение, то это мнение тут же начинает воспроизводиться. Поэтому элементы нового, они создают позитивную неопределенность. Видимо, в этом месте, если будут предлагаться новые места, какие-то есть преимущества. Если эти места когда-то были заблокированы... Лучше к ним не возвращаться. Лучше к ним не возвращаться. Площадь труда, гладь городского пруда, сквер у драмы. Да, тем более, что тут еще один момент, почему-то он не выделяется. А оно очень важно, что даже когда площадь труда предлагалась, там же храм по высоте, тот, который был исторически, в два раза меньше. А сейчас же, еще раз подчеркиваю, это совсем другое церковное построение. Ну, храм Святой Екатерины разрушен, но он не был кафедральным, насколько я понимаю. А тот, который предлагается построить, он будет большим кафедральным собором. Да, 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 огромнейший колоссальный собор, поэтому в тем, если там просто элементарно не вписался. Ну, будем наблюдать за этими процессами, за попыткой поиска компромисса. Как кто-то говорит, здесь у нас в отдельно взятом Екатеринбурге пытаются заново изобрести велосипед. А сейчас, как политолога вас спрошу, вообще, как вы считаете, ну, вы же, наверное, на эту ситуацию пытаетесь как-то холодно, безэмоционально, по-научному, по-профессорски посмотреть. Почему эта ситуация вообще стала возможной? Население, видимо, вот сейчас у нас просто темпы жизни такие, что те события, которые происходят даже в мире, и то вызывают тот или иной. Если это происходит в стране, тем более. Если это происходит в конкретном месте проживания, то люди хотят, чтобы их мнение в той или иной степени учитывалось, или хотя бы сравнилось с позицией других. Потому что, если мы вспомним ситуации, которые в других странах, например, в Париже постоянно уже три месяца, те же желтые... Желтые жилеты. Какие три месяца? Уже полгода. Полгода практически бунтует. Это ведь тоже показатель того, что люди хотят быть услышанными. И выходит отсюда, на мой взгляд, вообще должна меняться система взаимодействия с населением. Когда только какой-то проект, который неоднозначен, может быть воспринят, и существует субъект, имеющий разные позиции, надо сразу подключать население, но не за полгода, не за год. А вот когда будет приниматься, может быть, через месяц решение. Вот давайте в течение месяца выскажем, может появиться какой-то там, опять-таки, как сейчас, на сайт городской власти или какой-то другой областной, вот такой-то выскажите. А затем опять, если опять-таки существуют разные мнения, давайте их пролонжируем. И тогда вот этот конфликт, и самое важное, ориентация на взаимодействие с разными группами. Потому что сейчас, получается, каждый преследует частные интересы. Так формально же это все у нас есть. И в законах, и в своде правил, но почему-то не работает. Каждый частный интерес. Я не буду говорить об этих субъектах. Кто там за храм, частный интерес. Кто это? Население ведь тоже, вот сейчас почему-то много мест. Каждый выдвигает то место, где, может быть, рядом он живет. У него тоже частный интерес. Он думает о том, как может вообще в интересах всего города, жителей. Нет. Разучились договариваться, получается, снова надо этому учиться. Разучились договариваться. И, естественно, идти на компромисс. Компромисс возможен? Или уже точка невозврата пройдена и слишком далеко зашли, в том числе и во взаимном недоверии? Возможно при наличии четких аргументаций. Надо уметь доказывать. Самое последнее по итогам Екатеринбургской истории, как вы думаете, нужно ли вносить изменения в законодательство? На муниципальном уровне, на региональном, может быть, на федеральном, хотя бы в той же части референдума, который провести, как выясняется, практически невозможно. Мне кажется, что с точки зрения референдума тут вряд ли стоит. Но дело в том, что вот уже была же информация, что в других городах тоже такие были представления о том, что вот в этом месте, в сквере и так далее. И уже органы власти, если не ошибаюсь, в Красноярске уже среагировали и в каком-то сквере перестали попытаться. Поэтому, мне кажется, вот это уже даже практика, которая на примере Екатеринбурга стала формировать, она носит позитивный характер. А законодательность закрепить надо подумать о том, что у нас в законах не хватает. Потому что тут, наверное, юристы даже... Ну, точно, законы посмотреть все-таки нужно. Да, с этой позиции. Скорее всего, что-то тоже нуждается в корректировке. Да, с этой позиции, конечно. Спасибо вам большое. Большое спасибо вам. Я напомню, что на стенде был Анатолий Миренков, директор департамента социологии и политологии Уральского федерального университета. До свидания и удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok